Тогда начнем, как Михаил сказал, с рассказа о стандартах безопасности в автоматике. Данная тема вызывает, как правило, много вопросов у людей, когда они видят обозначения, и что эти обозначения значат, и как они применимы в жизни. Сейчас мы про это вам и расскажем. Существует три вида стандартов безопасности в автоматике. Самый высокий требование безопасности – это немецкий стандарт DIN 18650. Он самый строгий в Европе, и ему соответствует далеко не вся автоматика. Также есть общеевропейский стандарт EN 16205. Данному стандарту соответствует вся автоматика, продаваемая на рынках стран Евросоюза. И есть стандарт не для Европы, в частности, это Россия, потому что в России до сих пор не стандартизированы как-либо автоматические двери и требования к ним. Есть ГОСТы, САНПИНы и прочие нормы, но они в большей части устаревшие, и сложно там найти какие-либо особые требования по дверям, за исключением МЧС, которые буквально в сентябре выпустили новый стандарт по путям эвакуации, где четко прописаны требования к раздвижным дверям, которые там можно устанавливать. Но, опять же, они поверхностные, скажем, стандарты. Да, я, коллеги, я хотел бы здесь дополнить следующим образом. У нас, как в России принято, пока петух не клюнет, никто не пошевелится. И когда у нас начались пожары, многие пожары, там, в Перми пожар, там, в ночном клубе, там, в Кемерово, да, Зимняя Вишня и так далее, вот только после этого стали приниматься нормативные акты, но как раз нацелены больше на противопожарную безопасность, на эвакуационные выходы, вот на эту. А что касается безопасности в рядовых, в обычных ситуациях, на конкретного человека, чтобы его там нигде не ушибло, не пришибло, у нас на это вообще никак не регламентируется. В Европе, и особенно строго в США, это там юристы-звери, они, если, не дай бог, дверь автоматическая кого-нибудь просто случайно даже толкнет, ударит, все, он обратится в суд, и компанию просто разорят эти кровожадные юристы, там, синяк покажет, все, и поэтому они очень строго в Европе и в США относятся к стандартам безопасности, чтобы, не дай бог, там, какому-нибудь человеку вред не причинить, да, ну, вы, может быть, слышали там, когда юморезки Задорнова, да, он говорил, что там, на утюгах пишут, не прикасайтесь, когда он горячий, можно обжечься. Вроде это прописные истины, вот, но в Европе и в США прямо вот очень строго следуют вот этим всем пунктам буквально, что и в автоматических дверях тоже, там прописывают все мелочи, чтобы, не дай бог, там никто не пострадал. В России это, у нас больше здравый смысл здесь преобладает, поэтому многие эти нюансы, как смысл, да, зачем это все описывать, вроде как, у нас в России. В общем, мы пока еще далеки от тех стандартов европейских. Ладно, Максим. Да, ну, я от себя добавлю, что по новому стандарту МЧС на путях эвакуации можно ставить только двери аналог наших ССТ и только с распашными боковыми экранами, потому что в стандарте четко прописали, что дверь можно выломать в любом состоянии створки, в том числе в промежуточном. Продолжим по стандартам европейским. Двери, которые поставляются в Россию, а именно КТВ, КТЦ, Атриум, в базовом своем исполнении, которое вы привыкли у нас покупать и продавать своим клиентам, они не соответствуют европейским нормам безопасности. Потому что у нас на дверях ставится только защита от зажима пяток и вертикальный бампер безопасности. По европейским нормам необходим еще пакет безопасности плюс, который дополнительно устанавливает по верху створки датчики. Также раздвижные привода наши и распашные привода, они все соответствуют европейским нормам безопасности, уже в базе. Кроме того, привода ЕС-200 и ЕС-200 при условии подключения FM-модуля, они соответствуют немецким нормам безопасности. Далее я объясню, почему. Есть, касаемо ЕС-200, небольшой нюанс. И распашные приводы, порт ЭО ЕД-250, также соответствуют немецким нормам безопасности. Что такое стандарт ЕС-16-2005? Безопасные дистанции. Расстояние, куда могут попасть пальцы между движущимися элементами, не должно превышать 8 мм. То есть любое отверстие, куда у человека могут попасть пальцы, должны быть меньше 8 мм. В качестве примера это сопла в тепловой завесе, это расстояние между створками, подвижной и неподвижной створками двери, между створкой и боковым экраном. В общем, любые расстояния, куда человек может просунуть руку случайно, и руку может зажать. Расстояние до стены при открытой створке не может быть меньше 200 мм. Это сделано для того, чтобы, если кто-то находится в районе движения створки, чтобы человека не травмировало, когда створка до конца откроется и зажмет его между стеной и подвижным элементом. Особенно это касается детей, потому что если на взрослого человека створка, привод может среагировать по превышению нагрузки на мотор, есть такая встроенная безопасность на приводах, то, например, на маленького ребенка он так не среагирует, он его просто подвинет и все. Поэтому все наши двери рекомендуется изготавливать именно такой конструкции, и при расчете дверей в конфигураторах данный размер учитывается. То есть мы, когда вам считаем двери с боковым экраном, у нас предзаложена такая безопасность. Такой же стандарт безопасности действует для дверей SST в двухстворчатом исполнении и в одностворчатом. Двустворчатые двери наши рекомендуется изготавливать с установкой на чистый пол. В этом случае не нужно делать штробу в полу, и плюс есть визуальный эффект, дверь дольше работает, и исключается перекос в створке, который могут привести к травмированию человека, в том числе, если, допустим, ребенок пальцы сунет на полную направляющую. То есть с накладной на поле направляющей такого произойти не может. Также, если посмотрите, ну, обратите внимание на картинку, то увидите, что створки также не доходят на 200 мм до стены, как это должно быть, но, тем не менее, минимальный размер можно сделать 45 мм. Откровенно говоря, по дверям SST, когда они проводятся боковым экраном, в подавляющем большинстве случаев в России, размер 200 мм не выдерживается, все ставят на максимальную ширину с целью сэкономить средства и повысить пропускную способность, потому что все-таки, когда у вас проем ограничен, в размерах хочется сделать двери шире, чтобы больше людей могло пройти. также европейский стандарт определяет режим низкой мощности для автоматических приводов. В чем это заключается? Как я уже сказал, при режиме низкой мощности привод может работать без радаров безопасности, а именно он определяет ток перегрузки на моторе при какой-то препятствии на створке. Соответственно, как только привод чувствует, что створка во что-то уперлась, он открывает створку обратно. Аналогичные функции есть у привода Magneo, у привода Porteo, у распашных дверей и у дверей КТВ серии P и S. Да, коллеги, я бы тут хотел дополнить, что, может быть, вы все, многие из вас в курсе, кто занимались распашными приводами, что ED-100-250, что мы вместе с ними очень часто предлагаем, продаем карты полной мощности. Так вот, в базе, без карт полной мощности, вот эти как раз привода ED-100 и ED-250 распашные, они работают в режиме малой мощности, меньшей мощности. То есть, они открываются со скоростью 27 градусов в секунду. То есть, это рассчитанная скорость для того, чтобы эти створки никого не ударили, даже если, ну, маленькая скорость, потому что. И вот, и вот в этом режиме, в малой мощности, без карты полной мощности, они соответствуют этому стандарту, даже без всяких там сенсоров безопасности. Но если мы подключаем карты полной мощности, Full Energy, так называемый режим, да, то есть, они там открываются довольно быстро и шустро, уже там PC, 50 градусов в секунду для AD100 или 60 градусов в секунду для AD250, то там уже, конечно, нужны сенсоры безопасности. Имеется в виду, ну, ERS2 или там FlatScan или другие. То есть, у нас много вариантов сенсоров безопасности, которые на створку ставятся. Вот. Поэтому, вот это имеется в виду режим малой мощности или там большой мощности. Вот. У Magneon тоже есть там переключатель, ДИП-переключателем там в настройках. Вот. Максим. Также стандарт европейский определяет двери, пригодные для установки на аварийных выходах. В России это двери SST с выламывающими створками. В Европе сейчас очень редко применяются двери SST. Сейчас у них в основном применяются двери с маркировкой 2D. У других производителей они, соответственно, имеют свою маркировку, но смысл у всех дверей остается один и тот же. То есть, данный привод имеет два двигателя, один основной, второй дублирующий, которые в случае ЧП гарантированно раздвигают створки. То есть, даже если один привод не работает, то подключается второй привод и второй привод открывает. Также стандарт безопасности определяет виды защиты в опасных местах. То есть, что это может быть? Это сенсоры, чувствительные к нажатию. То есть, вы все видели это на карусельных дверях бамперы безопасности, вертикальные и горизонтальные. Сенсоры, работающие на дистанции, инфракрасные. Это наши комбинированные радары OptiCombi или радары HATRON HR100, где в одном корпусе интегрировано радар и завеса безопасности инфракрасные. С 2013 года в Евросоюзе запрещены к установке фотобарьеры и уже, насколько я знаю, там не осталось дверей, они все были модернизированы, где были установлены фотобарьеры, они все модернизированы и на них установлена именно комбинированная безопасность. связаны это с тем, что фотобарьер, он умеет определять препятствия в зоне хождения створок только в том случае, если оно преломляет луч фотобарьера. Соответственно, оно может быть только на одной высоте, но иногда стоит двух лучевой барьер, то есть на двух отметках высоты. Инфракрасная же завеса, она покрывает всю зону чистого проема двери. Соответственно, даже в том случае, если, допустим, ребенок упал в проеме, дверь не закроется, потому что безопасность его увидит, что не произойдет, если у вас дверь с фото барьером. В этом случае дверь не будет, значит, в проеме ребенок упал. И механические барьеры ограждения, их обычно ставят при установке развертных дверей, чтобы никто не мог зайти в зону ухождения створки в районе бокового экрана. Также иногда в этом месте по европейским нормам навешиваются дополнительные радары, которые смотрят зону ухождения створки. То есть вот мы видим на изображении опасные участки при работе раздвижной двери. То есть на правой картинке вы видите, зоны, где может быть зажат человек при закрывании створки и в том числе зона, покрывающая радаром зависой безопасности. И слева вы видите опасную зону при работе створки на открывание. Аналогично при распашной двери. Как сказал Михаил, в принципе наши приводы в режиме малой мощности позволяют работать без радаров безопасности. Но тем не менее все равно мы рекомендуем устанавливать радары на распашные двери, потому что как вы видите у створок есть острая кромка и допустим пожилому человеку или ребенку будет все-таки не очень приятно наткнуться на данный элемент двери, хоть он и не сильно ударит, просто скажем так толкнет, но приятно все равно от этого мало. У нас есть два типа радара безопасности. Это на створке невысокие ERS-2 радары и на высокие створки до 4 метров лазерные радары FlatScan. Здесь вы видите что я уже сказал принцип максимальной установки безопасности на раздвижной двери, то есть по центру у нас стоит комбинированный радар с завесой безопасности и по краям у нас стоят две завесы, которые мониторят зону хождения створки. Вот как я ранее вам сказал, у двери ES-200 есть небольшой нюанс. Если привод ES-200 и Z-Plus по умолчанию снабжен дополнительным модулем, куда можно подключить данные дополнительную безопасность, то у привода ES-200 необходимо купить дополнительно FM-модуль, который позволяет подключить дополнительные радары безопасности. В базе этот модуль не поставляется ES-200. И основные отличия стандарта немецкого стандарта европейского внешне аварийная кнопка, то есть у дверей должна быть не одна аварийная кнопка внутри, а две аварийные кнопки внутри и снаружи. В России крайне редко в принципе ставят аварийную кнопку, допустим, на раздвижных дверях. Про кнопку аварийную снаружи наш народ даже не слышал. Но тем не менее при продаже карусельных дверей у нас довольно часто приобретается именно по европейскому стандарту аварийная кнопка снаружи также ставится. Сенсоры соответствующие DIN 18650 они написаны более продвинутые, но по факту можно сказать, что это следующее поколение сенсоров, чем соответствующих европейскому стандарту. То есть чтобы сенсор соответствовал европейскому стандарту безопасности, он может быть самым простым, то есть без самоконтроля, с быстрым обучением и с небольшой чувствительностью, то для немецкой стандарты безопасности обязательно должен быть функция самоконтроля завесы и радара, обязательно длительное обучение, за счет чего он запоминает лучше конфигурацию проема двери и увеличенная чувствительность сенсоров за 3,5 метра высоты. Ну и если подытожить так вводную часть, то стандарты Е16-206-1-18-150 это стандарты безопасности принятые в Европе. В России они не приняты, как я уже сказал, поэтому в России автоматика продается скажем так самое разное и как правило люди экономят на безопасности дверей, потому что это никак не наказуемо в наших условиях. То есть люди у нас не идут судиться, а даже если судиться идут, то как правило суд не встает на сторону изготовителя дверей, потому что нет закон, на который можно сослаться. Несмотря на отсутствие российских нормативов, мы все-таки рекомендуем устанавливать безопасность на все двери и не экономить на этом, потому что в первую очередь это безопасность наших граждан и ваша финансовая безопасность на случай, если все-таки будут какие-то судебные разбирательства, либо негативный отзыв, допустим, в интернете, что такая компания поставила дверь, которая зашибла бабушку. И неизвестно, что хуже, суд или вот такая плохая слава про дверь. для дверей КТВ мы рекомендуем устанавливать дополнительный пакет плюс. Данный пакет подразумевает дополнительные инфракрасные радары, которые стоят поверху створки и мониторят сектор, где идут люди. Это связано в первую очередь с тем, что бампер безопасности не всегда может корректно отработать. Допустим, если в сектор попал ребенок либо человек, который, скажем так, слишком легкий, то бампер может не отработать, но сенсор его увидит в любом случае. Максим, можешь еще отмотать где-то там на второй или третий слайд, мне кажется, ты там мог пропустить. Там еще был стандарт про сенсоры, ты там пролистнул. Я тоже хотел бы... Вот, вот этот еще. Что стандартам подчиняются не только привода, но и сенсоры. У нас много разных сенсоров, радары, прекрасные, комбинированные, и вот здесь как раз можно посмотреть, что разные сенсоры, они сертифицированы, скажем так, по разным стандартам. Как Non-U не для Европы, это фото-барьер, как уже сказал, не соответствует. Раньше он соответствовал, сейчас уже нет, не соответствует этому стандарту EN 16.5. И два вот этих наших самых простых радаров ProSecure EasyMotion Mono и Stereo. Во второй колонке, соответственно, которая EN соответствует и в крайне правый DIN. Да, также хотел бы от себя добавить по радарам EasyMotion Mono и Stereo, что они не только не соответствуют европейским нормам безопасности, но также данные радары не рекомендуется устанавливать на двери, если рядом с дверью имеется тепловая завеса, потому что данные радары не имеют защиты от электромагнитных помех, соответственно, у вас в разы увеличивается количество ложных сработок радара при работе завеса. Вот тоже слайд, видимо, пропустил. У меня был небольшой сбой, потому что здесь показаны опасные места дверей, которые необходимо защитить. Как по раздвижкам вы уже видели, это зона хождения створок и зона прижима. У распашной двери опасная зона это кромка, зона петель, где может быть защемление пальцев и зона закрывания створки, где также может прищемить пальцы. Многие европейские компании ставят радары, которые защищают от удара створкой, а для зоны защемления пальцев устанавливают специальные заглушки на двери силиконовые, которые предвращают попадание туда рук. В России это не используется, но тем менее оно существует. И также наш новый радар FlatScan лазерный, он в отличие от TRS-2 видит практически всю площадь створки, в том числе зону петель, куда может попасть рука. Уважаемые слушатели, у нас как раз презентация обучения именно по этой первой части заканчивается, вы можете писать свои вопросы в чат, и мы тогда сейчас зачитаем и ответим, чтобы мы на этот блок ответили перед тем, как пойдем к следующей теме. Если у вас вдруг есть вопросы именно по стандартам безопасности, по каким-то может быть отдельным переводам или сенсорам, можете написать в чате. Максим? Да, по карусельной двери, соответственно, самая опасная зона в карусельной двери, это зона между стойками прохода и вращающейся створкой, по европейским нормам безопасности обе этих зоны защищаются радарами и бамперами безопасности, и, соответственно, зона самого сектора, где створки может наехать на пятки, там тоже устанавливается снизу бампер идет в базе, и сверху мы рекомендуем устанавливать пакет плюс для установки радаров поверху створки. Но, тем не менее, как вы многие видели, наверное, в магазинах и в аэропортах часто часто, что карусельная дверь останавливается, когда начинает ее подталкивать, чтобы она быстрее крутилась. Это также срабатывает режим малой мощности двери и безопасность срабатывает. То есть, дверь думает, что она на что-то наткнулась, поэтому она на время останавливается в створке. И люди начинают внутри себя не очень хорошо вести, но, тем менее, это безопасность. вот появились вопросы. Сергей Мягкий спрашивает, подскажите, что популярнее в РФ для дверей, карусели раздвижные или привода? В РФ пятерочки ТЦ отвечает за первые два пункта. Сергей, что вы подразумеваете под вопросом привода? Ну, имеется в виду распашные привода, наверное, да. Раздвижные или распашные. Я отвечу, ну или Максим, да, что по популярности можно ранжировать так. Самое популярное решение это раздвижные привода. Второе по популярности это распашные, ну, раздвижные двери имеются. Не раздвижные привода, а раздвижные двери. Да, мы продаем уже не просто привод, а двери под ключ, как обычно. Вот. Действительно, их можно встретить абсолютно везде во всех, в пятерочках, в магнитах, в торговых центрах. Куда ни пойдешь, везде увидишь раздвижную дверь. В России они продаются тысячами. Не десятками и сотнями, а тысячами в год. Вторая по популярности, как ни удивительно, хотя вы их, может быть, не видите, но это распашные привода. То есть распашные двери с автоматическим распашным приводом. Они примерно раз в 10 популярнее, чем карусельные двери. Если оценить, сколько карусельных дверей в год продается, ставится, устанавливается, сколько распашных дверей, вот распашных раз в 10 больше. Но просто, может быть, вы их не видите, потому что они ставятся в таких местах, в специализированных местах. Куда в основном ставятся распашные привода? Распашные привода ставятся в больницах. Там, где, например, как раз каталки нужно возить, и там, где нужно, чтобы дверь открывалась тебе навстречу. То есть там, где инвалиды в колясках ездят, в больницах очень часто устанавливаются распашные привода. Дальше есть сейчас программы по безбарьерной среде, безбарьерному доступу. То есть многие жилищные комплексы снабжают входные после двери в дома, в жилых дома устанавливают там распашные привода. Дальше с распашными приводами очень часто делают безбарьерный вход в санузлы куда-нибудь, чтобы человек помыл руки или выходит из туалета, чтобы ему не браться за эту ручку, чтобы дверь открылась сама, туда вот делать. То есть на самом деле распашных приводов продается довольно много, но, может быть, вы их не замечаете, потому что либо не посещаете эти места, часто, например, как в больнице, либо просто, может быть, даже не обращаете внимания, потому что что такое распашной привод? По внешнему виду похож на дверной доводчик, просто он побольше. Поэтому, может быть, вы и смотрите наверх, а что-то там стоит, вроде доводчик стоит, а на самом деле это распашной привод, потому что у них также есть стандартная тяга, рычаг, да, также скользящий канал, и можно спутать, если так не пригадываться особо, да. Ну и на третьем месте карусельные двери. Максим? Да, вот из себя добавлю по распашным приводам, что еще иногда распашные приводы ставят в зонах, где довольно длепродолжительная зима, потому что в отличие от раздвижной двери, распашной привод можно ставить на теплую алюминиевую серию, которая хорошо сохраняет тепло и, соответственно, исключает продувание, вот эти моменты все. Поэтому на входной группы иногда ставятся вот именно в холодном климате распашки. Так, ну, поскольку вопросов больше нет, тогда предлагаю перейти к следующей части нашего обучения. Это автоматика для раздвижных дверей. Секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда переходим к нашей следующей части обучения. Это автоматические раздвижные двери. То есть это самое популярное направление автоматики в России. Мы здесь с вами рассмотрим все виды раздвижных дверей, которые есть в торговой программе Dormacaba. Смотрите, в торговой программе Dormacaba есть раздвижные двери классического исполнения, которые на улицу выходят. Это серия приводов ES200, в том числе привод ES75. Также есть интерьерные автоматические двери, которые серии Magneo. Они идут для легких внутренних дверей, преимущества таких приводов Magneo, что их можно встраивать в стену. Как вы уже знаете, компания Dormacaba имеет обширную торговую программу, известную по всему миру. Двери Dormacaba можно встретить в любой стране. И в России она известна, в первую очередь, как поставщик автоматических дверей и доводчиков. Существует несколько типов автоматических дверей, как мы уже говорили. То есть, самопулярные – это раздвижные двери, на втором месте распашные двери, и третье место – карусельные двери всех типов. Также бывают, скажем так, экзотические поставки дверей. Это круговые двери BST, это двери гармошка FFT. И вот сейчас в России после серии печальных случаев стали пользоваться большой популярностью антипаниковые раздвижные двери SST. По своему опыту скажу, что в Германии, например, сейчас двери BST круглые, потихонечку вытесняют карусельные двери и выходят на третье место по продажам. В частности, например, в Кёльне, насколько я помню, есть даже городская программа, где все карусельные двери демонтируются и переделываются на дуговые двери BST. Рынок автоматики в России, он немножко своеобразный, потому что он заточен под проекты, а не под постоянное потребление. Поэтому клиенты предпочитают устанавливать на свои проекты именно проверенные, надежные решения, которые потом в дальнейшем не потребуют каких-то значительных капиталовложений на обслуживание и содержание. Поэтому в автоматике основные приоритеты – это качество, консультация, техподдержка поставщика, легкий монтаж, беспроблемное снабжение запчастями для обслуживания дверей и необходимости ремонта, и гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. Все перечисленные опции компания Dormacaba предоставляет и является лидером на рынке по совокупности опций для клиентов. Как мы только что с вами рассмотрели, все двери Dormacaba, все приводы Dormacaba соответствуют европейским нормам безопасности и, в частности, имеют сертификат. Многие всегда спрашивают, а есть ли у вас документ, подтверждающий, что ваша дверь отработает миллион циклов. Здесь ответ всегда один и тот же. Такого документа не существует, поскольку данная цифра, один миллион циклов, она указывается в требованиях по европейской сертификации дверей. И, соответственно, если дверь имеет европейский сертификат, значит, она гарантированно отрабатывает данный миллион циклов. Иначе бы она не прошла сертификацию. В чем разница понятия 1 миллион циклов, срок службы и гарантия? Многие путают, на самом деле, это понятие. Что такое миллион циклов? Это срок службы двери, это гарантированный срок службы двери и вообще, что это такое? Гарантия на двери, которая представляет Дормакаба, стандартная, на 2 года с датой установки двери. Миллион циклов. Что это такое? На заводе при запуске нового продукта проводят испытания. Если дверь отрабатывает 1 миллион циклов, а один цикл – это открытие и закрытие створки, отработать она должна в режиме нон-стоп, то подается сертификат. Как правило, в режиме нон-стоп и днем, и ночью, без установки на ТО, дверь отрабатывает за 3-4 месяца. Но, тем не менее, в обычных условиях дверь никогда в таком режиме не работает. Поэтому 1 миллион циклов нарабатывается примерно за 2-3 года, в зависимости от интенсивности потока людей на конкретном проекте. Поэтому и гарантийный срок на двери, он тоже показан 2 года, как среднестатистический срок службы на работе данного миллиона циклов. Также любая развяженная дверь, она, как любой механизм, подлежит периодическому обслуживанию, потому что, вы сами понимаете, что если какой-то механизм не обслуживать, он долго не проработает. Поэтому у дверей обязательно при обслуживании есть такие моменты, на которые следует дать особое внимание. Это трек-профиль, то есть профиль, по которому ездят каретки. Это основные ролики. Если вовремя не убирать пыль с трека, то начинает пыль налипать на ролики, и ролики со временем становятся квадратные и начинают громыхать. Это контр-ролики, то есть это натяжной ролик, который натягивает ремень. Зубчатый ремень, аккумулятор, уплотнители и ограничители хода кареток, и иногда соединители зубчатого ремня. То есть это те элементы, которые подлежат естественному износу, и которые необходимо уделять особое внимание при обслуживании дверей. Срок службы автоматической двери, как правило, 10-15 лет. В Германии в мягком климате работы двери и дольше, но опять же, если дверь своевременно, и главное, что правильно обслуживается, потому что иногда возникают ситуации, когда клиент приходит и говорит, что у меня дверь обслуживалась, но она быстро сломалась. Наши сервисные специалисты выезжают на объект, смотрят и выясняют, что весь сервис двери заключался в том, что приезжал представитель некой подрядной организации, сбрасывал просто ошибки, все возможные, которые на двери высадились, и уезжал, и больше ничего не делал. Соответственно, на двери быстро износились все ролики, на двери износились уплотнители из-за неправильной регулировки створок, и дверь пришла в полную негодность. Но по опыту много сейчас вопросов идет по дверям DORMA, которые были установлены больше 15 лет назад. Это еще серия CS80 старая, и двери до сих пор себя нормально чувствуют, работают. Как я уже сказал, что в каждой инструкции по эксплуатации есть примечание, что дверь должна проходить техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах, либо сотрудниками компании DORMA CAB. Рекомендуется проводить сервис минимум раз в год, но если дверь подвержена интенсивной эксплуатации, то есть там это какой-то аэропорт, там магазин а-ля пятерочка или магнит, где постоянно большой поток людей, то наши рекомендации проводить сервисы минимум раз в квартал. Вся разъездная автоматика DORMA CAB производится в Германии, в городе Пенталь. Разъездная автоматика – это самое востребованное решение на строительстве, и производится она, устанавливается в зданиях с большой проходимостью, то есть это торговые центры, офисные здания, гипермаркеты, аэропорты. В ассортименте компании DORMA CAB есть 4 привода разъездной автоматики, все они относятся к серии ES-200, в том числе привод ES-75. Пусть вас не смущает данное отличие, на самом деле все приводы относятся к семейству ES-200. Преимуществом является то, что независимо от того, какой привод вы выбрали, у вас будет отличаться только блок мини-драйва, вся механическая часть, все профили, они всегда будут одинаковые. Отличие приводов вы можете посмотреть в данной таблице, то есть привод ES-200 обладает самыми высокими характеристиками, то есть в том числе по массе створки и по скорости хождения створки. Соответственно, привод ES-200 EZ – самые слабые из линейки, и особняком стоит привод ES-75, который является ультрабюджетным решением и имеет очень ограниченный функционал. В частности, привод ES-75 не может быть укомплектован замком и аккумулятором, а также у него нет контакта ночбанк, а значит данный привод нельзя подключить к пожарной сигнализации. Обратите внимание, что приводы ES-75 и ES-200 EZ снабжены трансформатором, а приводы EZ-plus и ES-200 классический снабжены блоком питания. В чем различие? Блок питания, он более защищен от перепадов напряжения, и в случае, когда на объекте питание нестабильное, рекомендуется ставить все-таки привод ES-plus. Пусть он незначительно дороже, чем ES-из, зато он более защищенный и гарантированно прослужит дольше. Также количество режимов работы двери. У привода ES-75 этих режимов – 3, а у всех остальных приводов – режимов 5. У привода ES-75 нет режима частичного открывания и нет режима закрытый замок. Любая автоматическая развяжная дверь стоит из нескольких элементов. То есть основной элемент – это привод и створки, дополнительный элемент – это боковые краны. Обратите внимание на показатели LH и LW. Данный параметр характеризует чистый проем двери при открывании створок. Многие путают чистый проем двери и проем строительный. То есть при расчете двери, когда вы заказываете расчет двери в компании Dormacub, либо считаете сами, вам всегда нужно ориентироваться на чистый проход. От чистого прохода у вас идет расчет всего остального. Обратите внимание на профили, которыми комплектуется привод развяжной двери. Это профиль привода, он всегда одинаковый. Трек-профиль также всегда одинаковый. Крышка 100 мм высотой, она всегда одинакова, за исключением двери SST. И далее вы можете обратить внимание, что показаны два варианта монтажа привода. То есть стандартный монтаж двери считается монтаж с монтажной пластиной. То есть когда у вас на объекте есть некая подконструкция, но, как правило, это стоечная ригельная система из алюминия. Также, возможно, там труба закладная, либо бетонная стена, все что угодно может быть, но чаще всего именно стоечная ригельная система. В этом случае у вас на ригель устанавливается монтажная пластина, и уже на нее навешивается привод. В том случае, если у вас дверь с боковым экраном и устанавливается в некий бетонный проем, то у вас появляется второй вариант монтажа, это монтаж на LM-балку. В данном случае LM-балка выполняет роль несущего профиля, который держит массу всю привода, крепится она в распор между стенками, и также под LM-балку в специальный паз заводится крепление бокового экрана. В этом случае у вас появляется дверь, как на изображении предыдущем, то есть дверь с приводом и боковыми экранами. Также при продаже двери ССТ с боковыми экранами, антипаниковый, монтаж возможен только на LM-балку, это тоже нужно учитывать. Каретки привода ЕС-200. Какой вы привод не купили, даже если привод этот ЕС-75, у вас всегда будут в комплекте каретки для створок весом 200 кг каждый. Каретки создают из двух основных роликов, это, как вы видите, два крупных ролика, и контр-ролика посередине, который обеспечивает фиксацию каретки на треке, препятствие возможному соскакиванию створки при работе. И наездят на препятствии. Также контр-ролик предотвращает перекос каретки на приводе. Профиль привода, трек, монтажная пластина, они всегда одинаковые, выполнены с запасом прочности, выдерживают вес створка 320 кг. Это имеется в виду суммарный вес створка. Поэтому привод ЕС-200 может работать с двумя створками по 160 кг. Высота привода 100 мм. Высота ригеля, к которому крепится привод, это тоже важный момент. То есть для установки привода на стоечную ригельную систему вам нужно обеспечить сдвоенный ригель высотой 100 мм. Опять же, повторюсь, исключение вставляет привод ССТ. Если вы продаете привод ССТ без боковых экранов, а с монтажной пластиной, то у него монтажная высота 150 мм, а не 100 мм. Компоновка привода развяжной двери. То есть основной элемент привода любой развяжной двери – это мини-драйв. То есть на картинке вы видите два мини-драйва. Слева мини-драйв ЕС-200 Изи. Как вы видите, здесь небольшой мотор и трансформатор. И справа это мини-драйв ЕС-200 в классическом исполнении. У которого мотор большего размера за счет того, что он большей мощности. И, как мы видим, у привода есть блок питания. Также на картинке ниже вы можете посмотреть исположение оборудования в приводе. То есть комплект блок мини-драйва, натяжной ролик, комплект аккумуляторов и комплект кабель-каналов, которые продаются вместе, идут в комплекте с приводом и позволяют разместить проводку внутри профиля, который не будет свисать соплями и не нужно придумать какие-то способы затягивания стяжками или изолентой. То есть все кабель-каналы всегда идут в комплекте с приводом. Основные аксессуары для раздвижной автоматической двери. Как видим, в номенклатуре Dormacab есть аварийная кнопка. Назначение данной кнопки – это отключение программного двигателя привода. То есть как только вы активировали данную кнопку, мотор отключается и створки можно двигать руками. Далее переключатель режимов с ключом. То есть это базовый переключатель режимов, в котором по умолчанию комплектуются все раздвижные двери. Опционально можно выбрать электронный переключатель режима либо переключатель режима с ключом. На картинке он не отображен, но это обычный переключатель, аналогичный нашему ключевому, но с вырезом под евроцилиндр. И отдельно показан трехпозиционный переключатель режимов для привода ЕС-75. Радар. На фото изображен радар Optimotion Stereo наш. Также активатор может быть любое устройство, которое умеет замыкать сухой контакт. Будь то кнопка нажимная, кнопка бесконтактная, реле системы контроля учета доступом, домофон, все что угодно, лишь бы данное устройство могло именно работать с сухим контактом на замыкании. Соответственно, в номенклатуре компании Dormacab есть из этого всего радары, есть локтевые кнопки, бесконтактные кнопки и система SCUD. Также здесь представлен фотобарьер, который самый популярный шейн по безопасности в России, несмотря на озвученные в прошлой презентации комбинированные радары. И замок привода. Обратите внимание, что у дверей Dormacab замок всегда интегрирован в натяжной ролик. Поэтому при заказе двери важно не ошибиться и заказать дверь именно с замком, потому что докупить замок после установки двери будет очень дорого, потому что в виде запчасти замок достаточно дорогой. У других производителей замки могут зажимать ремень, устанавливаясь по центру привода, либо очень популярное решение у многих производителей это когда замок стоит по центру проема и ригелем выстреливает в одну из кареток. Но данное решение достаточно спорное, потому что были случаи, что такие замки просто либо пальцем отжимали, либо перепиливали ригель. Соответственно, замок, который расположен в натяжном ролике, он исключает любое внешнее вмешательство для ручного вскрытия замка, если вы не находитесь внутри помещения. Добавлю, что если вы продаете дверь без аккумулятора, но с замком, рекомендуется устанавливать, опять же по согласованию с клиентом, устройство ручной разблокировки замка. Это может быть либо кнопка, либо рычаг. Данное устройство позволяет вам выдвинуть ригель замка из зацепления с натяжным роликом, чтобы привести створки в движение вручную. Здесь представлен стандартный расчет для развяжной двери. То есть, что туда входит. Это мини-драйв. Один из... Далее, как видите, четыре артикула. То есть, выбирается один из них. Это либо одна створчатая дверь с замком и без замка, либо двустворчатая дверь с замком и без замка. Именно поэтому на этапе расчета двери важно корректно, составе технических заданий, корректно рассчитать. Дверь вам нужна с замком или без замка. Потому что, как вы видите на картинке, у вас будет лежать либо обычный натяжной ролик, либо ролик с замком. Далее у нас идет набор крепежных винтов для монтажной пластины, комплект аккумуляторов. Аккумулятор это все... Ну, он опционально. Мы рекомендуем ставить аккумулятор на все двери, но если клиент не хочет, можно обойтись без него. Аккумулятор позволяет выбрать... Вы можете выбрать несколько вариантов действия двери при отключении питания. То есть, либо у вас дверь при отключении питания закроется, либо она наоборот откроется, либо продолжит работать в автоматическом режиме до исчерпания ресурса аккумулятора. Далее вы видите монтажную пластину, то есть почти на классический монтаж двери. Профиль привода, профиль трека и резиновая прокладка трека. Что это такое? Резиновая прокладка трека, она лежит между профилем привода и трек-профилем и позволяет минимизировать шум при работе привода. Щетка зоны прохода, она уменьшает продувание двери. Зубчатый ремень. Достаточно выносливый в компании Dormacab. Он внутри имеет корт металлический усиливающий, за счет чего довольно-то долго находится в эксплуатации. Крышка привода 100 мм, стандартная наша. Торцевые крышки в стандарте всегда идут пластиковые, черные, но опционально можно выбирать стальные крышки без обработки. Ну и стальные алюминиевые они будут. Фотобарьер ProSecure. Это наша безопасность. Радар Optimotion Stereo с определением направления движения. Что это такое? То есть радар с определением направления движения откроется только в том случае, если человек к двери приближается. Если он от двери отдаляется, либо идет вдоль двери, то радар на него не среагирует. Пятипозиционный переключатель режимов с ключом. Это базовое исполнение. Ну и опционально, например, можно выбрать электронный переключатель режимов. Кнопка аварийной остановки. Она также предлагается опционально. То есть если вы хотите сэкономить там некоторые средства, то от нее можно отказаться. Ну сейчас написано, автоматика может быть двух длин. На самом деле сейчас она уже трех длин поставляется. То есть она может быть 3125 миллиметров, 4150 и 6250. Это сделано для того, чтобы вы могли оптимизировать свои расходы, уменьшив количество отходов профиля. То есть вам не нужно будет покупать на узкие двери, допустим, широкие профили, потом остаток выбрасывать. Вы покупаете ровно столько, сколько вам нужно. Вот как здесь написано. То есть если у вас ширина двери до полутора метров, самый популярный тип дверей, это в диапазоне от 1100 до 1500 миллиметров как раз, причем 1300, по-моему, в топе идут, самый популярный размер, то вам нужен трехметровый трек. Если у вас чистый проход от полутора до двух метров, то используется привод четырехметровый на профиль. И если проход от двух до трех метров, то уже полноценный шестиметровый профиль. Также на стоимость двери оказывает влияние стоимость творог, которая также напрямую зависит от ширины прохода. То есть весь наш профиль, он оптимизирован в несколько типоразмеров. Состав данных комплектов отличается, поэтому вам не нужно переплачивать, если у вас, допустим, дверь узкая, вам не нужно покупать комплект для широкой двери и из нее потом собирать узкую. Вы покупаете сразу то, что вам нужно. Также есть небольшое отличие у двустворчатой и одностворчатой двери. Если у двустворчатой двери поводок створки крепится на каретку, то у одностворчатой двери применяется дополнительный профиль соединения кареток. Он ставится на всю ширину створки. Данный профиль соединяет две каретки и по центру к нему крепится уже поводок для крепления створки к ремню. Поэтому, если у вас есть комплект для двустворчатой двери, а вам нужно собрать дверь одностворчатой, то без этого профиля обойтись можно, но, скажем так, сложно и створка может немножко перекашиваться. А также для одностворчатой двери мы всегда выписываем ответную часть. Это труба 40х60. На данную трубу крепится профиль, в который защелкивается ответная часть уплотнения, так называемый бампер. Как видите на картинке, внизу труба, S-образный профиль, в который защелкнут бампер ответной части. То есть, данное решение позволяет вам исключить продувание двери в закрытом состоянии одностворчатой. Важная часть развяжных дверей – это так называемые телескопические двери. Данный тип дверей применяется в том случае, если у вас проход должен быть широкий, но места для открывания створок катастрофически мало. В этом случае вы используете дверь-телескоп TST-FLEX и получаете широкий проем за счет того, что у вас каждая створка состоит из двух полустворок. То есть, при открывании данная створка, она получается в два раза меньше за счет того, что одна часть заходит за вторую. Как видите, есть отличия в профиле привода, стандартной и телескопической. У двери TST есть дополнительный паз, куда останавливается трек быстрой створки. За счет чего у вас профиль привода FLEX чуть шире, чем профиль стандартной двери – 238 мм против 167 мм. Но телескоп достаточно популярное решение, например, на магазинах «Пятерочка», где не всегда тамбур позволяет использовать полноценные двери. Створки для раздвижных дверей – это, видимо, ну, пожалуй, вторая по важности часть автоматической двери после привода. У разных профилей разные назначения. Допустим, какой-то профиль может быть хороший для фасада, но не подойдет для подвижных створок. Основные проблемы – створок из универсального фасадного профиля, или многие делают створки еще из профиля для маятниковых дверей. Это недостаточная жесткость профиля, слабое соединение с углов, потому что все-таки стандартный профиль, он рассчитан на монтаж статический и режется под углом 45 градусов. Соответственно, при постоянном поступательном движении у вас постепенно такой тип соединения будет разбалтываться, и створка начнет перекашиваться. Поэтому у компании Dormacaba есть своя собственная профильная система Flex. Она разработана специально для раздвижных дверей и учитывает именно все нагрузки, которые испытывает такая дверь в работе. Наши створки достаточно прочные за счет того, что у них толстая стенка, и створки локализованы в Россию. Это позволяет минимизировать цену данных створок. Основные преимущества профиля створок Flex – это его изящность. То есть он достаточно узкий визуально. в углах установлены стальные усилители, которые защищают створку от разбалтывания при открывании и закрывании двери. Эластичное уплотнение по торцам створки. То есть уплотнитель имеет два усика выступающих, и ответная часть также два усика имеет, за счет чего при закрывании двери у вас получается лабиринтное уплотнение, исключающее продувание. Декоративный профиль оставляет все зазоры двери ровными, при этом не мешая регулировке створок. Щеточное уплотнение, оно легко заменяемое. Не нужно разбирать всю створку, чтобы поменять щетку. Все наши уплотнители имеют пружинные фиксаторы, и профиль Flex может комплектоваться двумя типами заполнений. Это стекло 8 мм или стеклопакет 22 мм. При этом сам профиль остается тот же самый, только меняется резина. И створк достаточно легко разбирается для замены стекла в случае его повреждения. Мы рекомендуем всегда использовать привод ЕС-200 со створками Flex, но при необходимости привод ЕС-200 легко сочетается с альтернативными створками чужими. Например, это какая-то больница, где нужна чистая створка, либо некое интерьерное решение какое-то. При этом вам не нужно выписывать, как во многих производителей, профиль-адаптер, потому что торец каретки, он плоский, он вводится в профиль подкареточный, который облегчает монтаж, и, соответственно, уже прицепленная конструкция крепится к створке винтами, либо там еще каким-то разработанным крепежом. Каждый раз это индивидуально, если створка это не оригинальная. Также, если у вас случай, что есть некий чужой привод, вам нужно навесить створки Flex на него, то это решение также реализуемо. Но как это решить? Это в основном остается на совести клиента, который это делает. Все Flex-киты, которые поставляет компания Dormacaba, они универсальные. То есть объясню, чем отличается Flex от Flex-кит. То есть мы при расчете двери можем поставлять вам профиль в двух видах. Это либо он будет покрашенный и напиленный в размер. Вы сами ставите свое заполнение туда и навешиваете на проекте. Либо это может быть уже собранная створка Flex со стеклом, либо это может быть Flex-кит. В виде Flex-кита вы получаете комплект длинномера и два типа уплотнения. Под стекло 8 мм и под стеклопакет 22 мм. Они в комплекте идут оба, и вы уже у себя устанавливаете тот, который вам необходим. Либо один, либо второй. Преимущество такого решения с Flex-китами это киты всегда лежат на складе. Это выгодно для вас, если вы переработчик, то есть вы получили длинномер, вы его своими силами переработали, вы его вместе с основным объемом своего профиля отвезли в покраску, сэкономив на этом. Удобная транспортировка и легкая, удобная сборка, потому что весь вертикальный профиль он имеет уже подготовленную с одной стороны фрезеровку. То есть вам остается только отпилить его в размер и собрать створочку. Да, коллеги и партнеры, я напомню, уважаемые слушатели, добавлю, что вертикальный профиль у нас уже профрезерован с нижней стороны. Почему с нижней? Потому что там идет напольная направляющая, вставляется, и там особый пазик. Поэтому вертикальные профили нужно подрезать под размер сверху именно, когда под вашу нужную высоту. И еще я хотел добавить, что действительно раньше у нас было три таких артикула, но потом, видя популярность такого продукта, такого решения и запросы, получая многочисленные запросы от вас, от партнеров, от клиентов, мы расширили количество предкитов. Сейчас у нас уже их восемь. То есть мы добавили предкит для телескопов. Дальше вот здесь есть предкит, да, флекс-кит на двустворчатую дверь, широкую и высокую, 3000 на 3200. Но нас клиенты просили на широкую и низкую, или на узкую и высокую, то есть, да, чтобы была, например, ширина прохода 2000, а высота 3200, или ширина 3000, а высота 2500. То есть у нас сейчас восемь видов предкитов. Вот. И второй нюанс, вы их можете найти в нашем прайс-листе, это то, что мы все предкиты разделили на два артикула. И они теперь состоят из двух частей, и их нужно покупать парами и заказывать парами. Они так и называются. Предкит профиль и предкит комплектующий. Для чего это было сделано? То есть в профиль входят алюминиевые профили, а в комплектующий все остальное. То есть это резиновые уплотнители, там центральные, там боковые ПВХ-уплотнители, там уплотнители для стекла, да, и там напольная направляющая, и сборочный набор для створки. Вот это все, ну, в общем, все, что не красится, все, что не красится, оно входит в артикул комплектующий. Для чего это было сделано? Дело в том, что ведь эти предкиты, они поставляются некрашенными. Алюминий там, он необработанный, то есть он под покраску, потому что, ну, клиент не знает, под какой цвет, ему попросят ваши клиенты, да, то есть конечные заказчики покрасить. 9600 или 9016, или еще какой-нибудь там, 9003, да, и поэтому предкиты хранятся на складах в неокрашенном виде. Приходит, и чтобы вот эти все детальки маленькие не терялись, не разбирать, потом собирать этот предкит, очень удобно. Артикул, который профили, отдается в покраску, в покрасочную, там только профили, длинномер, он не потеряется, там их обычно 4, максимум 5 артикулов, красится и возвращается. А вот вся эта мелочевка, резиновый уплотнитель и прочее, оно хранится, продолжает храниться на складе у клиента. После этого приходит покрашенный профиль и собирается там створки. Вот, теперь у нас, собственно, из двух артикулов, и пожалуйста, не забывайте заказывать именно парами. Вот, у меня все. Да, спасибо, Михаил. Продолжим. Помимо створок Flex, стандартных, которые вы все привыкли видеть, есть интерьерное решение с цельно-стеклянными створками. То есть, когда дверь стоит где-то внутри помещения, и клиент хочет, чтобы и дверь была закрыта, но в то же время это было очень легко, изящно и не давило своим видом. В этом случае используются три варианта решения. Это классическое исполнение с зажимой шиной. Это система Монет точечного крепления и система Пьюр также точечного крепления. Здесь есть небольшие ограничения, то есть цельно-стеклянная створка не может быть шире полутора метров и тяжелее, если не ошибаюсь, 80 килограмм. Все наши элементы и зажимная шина и точечное крепление рассчитаны под стекло 10-12 миллиметров. Что такое зажимная шина? То есть, самое популярное решение для цельно-стеклянных дверей это решение с зажимной шиной. Шина состоит из двух элементов, так называемой папа-мама. Она идет сырая, либо можете опционально сказать анодированную. И обратите внимание, что когда вы заказываете зажимную шину, то в комплекте с ней не идет наполь направляющий, она выписывается дополнительно. Соответственно, когда вы вставляете стекло в зажимную шину, вы потом специальными винтами распираете профиль, который зажимает стекло. Точные крепления монет, видимо, вы тоже все знаете уже, это достаточно легкое, изящное решение, за счет чего створка получается полностью стеклянная и визуально больше, кажется. Но в отличие от зажимной шины, точные крепления уже идут с напольными направляющими, причем двух видов. Это U-образные и F-образные. То есть вы ставите ту, которая вам необходима. Также есть комплект Pure. Это аналог монет, просто более удешевленный, но, соответственно, как вы видите, существенно отличивый в дизайне. При выборе точных креплений, скажем так, все клиенты предпочитают именно решение монет. Также есть вариант интерьерной перегородки с разъезженной дверью с креплением на стекло. То есть, как вы видите на данном изображении, у вас есть перегородка из закаленного стекла без какого-либо усилителя, но стекло идет заранее подготовленное. То есть в шахматном порядке выполнены отверстия для точного крепления монет и на данном стекле висит уже привод, со створками. Единственная сложность такого решения – это подвод питания так, чтобы он не бросался в глаза. Преимущества разъезженной автоматики Dormacaba – это модульная конструкция. Как вы уже видели, что выписывается там буквально несколько артикулов и модулями собирается на проекте. Это единая система профилей и компонентов для всех приводов, различий только в мини-драйвах. Опять же, это решение большое подспорье за счет того, что иногда бывают ситуации, когда на объекте есть несколько типов дверей, которые отличаются, допустим, по массе створки. И чтобы не переплачивать, допустим, и везде не ставить приводы ES200, вы можете, допустим, на тяжелые створки поставить ES200, на более легкие поставить Easy или Easy+, но визуально у вас все двери будут одинаковые. Мощные каретки, в том числе ролики на каретках и профиле привода с большим запасом прочности. Опять же, независимо от того, какой вы привод купили, профиль привода и каретки у вас всегда идут на максимальную вес створки. Запуск дверей без программатора. Запуск двери у нас предельно простой. Он описан в инструкции, делается нажатием нескольких кнопок на контроллере привода и дверь сама обучается. У многих конкурентов, чтобы обучить двери, нужен программатор. Применение с любыми равными створками клиента. Опять же, что я сказал, что у нас нет требований к конфигурации верхней части створки. Единственное, что требование по створкам клиента альтернативным, чтобы там было усиление подкрепления привода. Все. Никаких там специальной конфигурации пазов либо заниженной высоты створки для крепления профиля адаптера, ничего такого нет. Собственность створки Flex достаточно тонкие. Вы все их видели. Створка достаточно изящная, тонкая и визуально она не утяжеляет дверь. Универсальное решение по заполнениям. То есть, в один профиль вы вставляете и стекла 8 мм, и пакет 22 мм. И широкий выбор вариантов для цельностеклянных створок. Если есть вопросы...